Ну а что ж, всем привет, с вами я, не Александр Романит, а увы, я наконец-таки, да, я сделал важное очень изменение на моем YouTube-канале, поменял, получается, свое, скажем так, имя на YouTube-канале, теперь мой проект вообще в целом называется Paleo Hub, то есть, скажем так, все кардинальные изменения ждет, но в целом видеоконтент будет выходить и будет все очень классно. Но мы сегодня поговорим про мамонтов, вообще, скорее, даже в большей степени про шерстистых мамонтов, но для начала, чтобы вообще понимать суть шерстистого мамонта, откуда он появился, нужно, как говорится, заглянуть в его палеонтологическую, скажем так, историю. Первые мамонты, которые вообще появились на Земле, были в Африке, что неудивительно, они появились относительно недавно, очень даже, сказал бы, недавно. То есть, южноафриканский мамонт, это первый представитель рода мамонтовых, появился 5 миллионов лет назад в раннем Плеоцене Африки. То есть, уже понятно, что, на самом деле, родина мамонтов, это, естественно, Африка. То есть, тут спорить никто и не будет. Впрочем, как и человека, но там, как бы, не все точно, а что вот хоботные, точнее, не хоботные, а именно мамонты, как род появились. То есть, мы перейдем, наконец-таки, к более, скажем так, близкой эпохе нашей, а получается, именно, вот, скажем так, уже Плеистацен. То есть, порядка 2,5 миллиона лет назад, что произошло? Появились южные мамонты в той же Африке, получается, а потом они успешно эмигрировали, как бы, скажем бы, во многие места. Ну, сначала у нас тут, они прошли, скажем так, через территорию современного Израиля, то есть, даже так получалось. Потом зашли на Кавказ, ну, скорее даже, сначала в Турцию, потом на Кавказ уже, и, так вот, потихонечку дошли до Ставропольского края, Ростовской области. То есть, уже порядка 1,8 миллионов лет назад уже появляются, то есть, прям, южные мамонты, а точнее, архедиксаны на территории России. То есть, даже так получилось, что, ну, прямо очень даже прикольно. Я бы сказал еще интересный факт. Помимо того, что, возможно, жило несколько подвидов южных мамонтов, ну, южных слонов, они тоже к нам относятся в данном случае, к данной теме ролика. То есть, находки очень особо большие на Ставропольском крае, точнее, в Ставропольском крае, там просто, ну, этих южных мамонтов было столько, что, ну, завались просто, честно говоря. То есть, ну, очень много находят там, и в Ростовской области очень много, и в Краснодарском крае. То есть, прям, мамонтами, так скажем, этими южными слонами, ну, одно и то же, пестрили. Ну, как только уже, скажем так, на смену южным мамонтам поменялись уже, скажем так, условия, в которых они жили. И поэтому постепенно появлялись степи, которые нам сейчас знакомы, ну, понимаете, про какие степи я имею в виду, и там появились уже другие, прям мамонты мамонтами. Степной мамонт или таргантериевый слон очень тоже популярный, очень много. Там под вид есть хазарский мамонт, который на территории Брянской области найден, например, это я точно знаю по краеведческому музею Брянской области. Там есть находка, ну, зуба этого, скажем так, хазарского мамонта. То есть, ну, очень много было и под видов. Ну, чтобы вы понимали, ну, так-то. 700 тысяч лет назад появился вот этот степной мамонт. То есть, это уже был средне-позднеплистый цен. То есть, уже даже не середина, скажем так, ближе уже к концу идёт всё. Но не совсем, конечно, ещё. А он прожил этот степной мамонт, ну, не очень много, как вид. То есть, там, до 400 тысяч лет назад он жил спокойно себе. Потом опять природные условия поменялись, и уже потихонечку началось приближаться оледенение. Ну, уже природа очень, прям максимально похожа на современную. То есть, ну, сильно очень у нас. То есть, а потом, ну, примерно порядка вот 400 тысяч лет назад, когда вот степные мамонты уже не стали, скажем так, вымерли, они на ихнюю замену пришли шерстистые мамонты, которых мы, наконец-таки, благополучно, мы их все знаем. В принципе, это вот мамонт, шерстистый мамонт ассоциируется сразу. А так-то род мамонтовых там, ну, очень много, достаточно разных было мамонтов. То есть, те, которые были без шерсти вообще, в отличие от шерстистого мамонта, у которого шерсти была порядка, ну, до 90 сантиметров. То есть, ну, очень был он прям шерстистый, так и шерстистый, как до сорок. Но сорок не настолько был шерстистый, как мамонт. Видишь, мамонт был покрупнее. Могу вот сразу еще показать вот на примере. Смотрите, вот вам будет скриншот, получается. У, получается, обычного мамонта шерстистого, то есть, зубы, даже вот зубы, отличаются от того же южного мамонта. Все же прошло миллион лет, там, ну, чуть меньше даже, ну, нет, даже больше, скажем так. И структура зубов отличается. То есть, можно прямо отличить, что вот нет, этот зуб, например, не шерстистого мамонта, а зуб южного мамонта, там, под вид архидексона. То есть, ну, по каким это показателям вообще делается? Ну, скажем так, во-первых, структура самого зуба будет кардинально отличаться. Скорее всего, потому что, ну, как правило, зубы мамонтов шерстистых, они, ну, нормально сохраняются, потому что они относительно недавние. Там им 15, может, 20 тысяч лет назад, как правило. И получается так, что по структуре он какой-то будет коричневый, скорее всего. Но не обязательно, конечно же, это зависит от породы еще, в которой он на день был. Но, скажем так, южный мамонт, он находится, во-первых, ну, у него известен реабитание, что он намного уже, чем у шерстистого мамонта. То есть, там, можно сказать, что, ну, южный мамонт, это буквально пару краев, ну, буквально пару, скажем так, регионов, где он жил. Ну, Курской области находили остатки мамонтов южных. Ставропольский края, Ростовская область, Краснодарский края. То есть, вот в этих местах он однозначно жил. Поэтому, по этим данным и говорят, что вот, если в этих местах он на день был, и достаточно, скажем так, в специфических местах, то возможно, что это зуб южного мамонта. А также, самая главная отличительная особенность зуба южного мамонта, это в количестве вот этих вот прослоек на зубе. То есть, как правило, их намного меньше. Вот на фотографии я вам покажу сейчас. Это, получается, эти прослойки, вот, скажем так, зубные сеточки такие вот. Их, они более толстые, и их меньшее количество на южном мамонте. Ну, на зубеточное ел его. Это сделано так, чтобы он немножко другую растительность ел, в отличие от шерстного мамонта, который был более грубой, скажем так, растительности ел. Ну, что вообще известно про шерстистого мамонта? Да очень много статей там, ну, просто дофига. Вообще очень, просто огромное множество просто. Да, люди уже прям конкретно охотились на этих вот шерстистых мамонтов. На шестепного мамонта. Там как-то, ну, вроде, да, вполне может быть и южный мамонт. Но южного мамонта нет, скорее всего. Потому что тогда, скажем так, не совсем были те люди, которые, ну, скажем так, были ранее вообще хомо. Это немножко другая тема, скажем так. Мы ее опустим в данном ролике. И можно сказать еще с уверенностью, что, во-первых, то, что шерстистый мамонт, он среди мамонтов и хоботых, ну, не самый большой. Как правило, тридцать с половиной метра, ну, может, четыре метра в высоту. То есть, не самый крупный. Южный мамонт, как правило, был чуть-чуть побольше. По весу тоже чуть-чуть побольше. То есть, ну, по габаритам он не настолько был огромный. Как другие представители мамонтовых или хоботных. То есть, там вообще всякие динатери, там эти палеомастодонты. Там, ну, очень много было их разных. То есть, ну, не палеомастодонты, а просто пластибиладоны. То есть, ну, там, однозначно можно сказать, что он не был самым крупным, скажем так, представителем хоботных. Это, помимо того, что, ну, да, скорее всего, мамонты эти шерстистые вымерли из-за того, что, ну, климат и люди. То есть, тут совокупность нескольких факторов привела к тому, что вот мамонты, скажем так, вымерли. И не приспособились к другому климату, в отличие от южных слонов, ну, которые, точнее, африканских слонов, которые адаптировались хорошо. Но, в принципе, я бы сказал так, эти южные слоны, ну, африканские слоны появились, ну, как бы в Африке, как бы так, скажем. Они там до сих пор живут, то есть, они не сменяли, не меняли ареал обитания, в принципе. Поэтому, скажем так, у них немножко другая ситуация, им, в принципе, легче. Хотя и не совсем сейчас, конечно, мы с людей есть свои роды проблемы. По количеству находок мамонты, да там просто ужас, как их много. Ну, буквально ареал обитания этих мамонтов шерстистых, ну, почти везде они жили. Прям почти в Европе, там даже в Великобритании каким-то боком умудрялись даже жить. То есть, ну, мамонты очень популярные, скажем так, животные. Потому что, ну, недавно жили большие, а большие животные привлекают больше людей, чем маленькие. Секи коротышки, там, какие-то ящерки мелкие, ну, кому они нужны. А чем больше животных, тем, по нему, скорее всего, будет больше узнавать информации. Поэтому подписываемся на канал Палеохаб. Здесь самые крутые, скажем так, новости там, видео про животных. Всякие другие палеонтологические ролики. То есть, все очень круто. Лайк. 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 Лайк.